Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и в этом выпуске хочу вам показать и рассказать более детально, более подробно, что можно построить, чтобы было комфортно, красиво, с изюминкой и более-менее хорошо за 170 тысяч рублей. За моей спиной находится летний домик, утепленный хорошими большими витражными окнами, дверью, с внутренней электрикой, размером 2,40 на 4 метра. Домик сделан в стиле Барна. Но прежде чем мы начнем, хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал. Именно там, именно в нем, вы можете найти все этапы строительства, как идет движуха, как строился этот домик с подробной инструкцией. Подглядеть, подсмотреть, взять полезные советы для себя и даже сможете построить своими руками по этим видеороликам. Также там много интересных процессов, прям с момента стройки, прям с момента движухи, прям здесь и сейчас. Всем рекомендую, обязательно заходите. Ну а вам, друзья, желаю приятного просмотра. Смотрите, как мы поднимали этот домик в современном стиле, кайфовый, классный, интересный. И я уверен, каждый сможет себе сделать такой же и удивлять своих друзей и соседей. В общем, меньше слов и больше дела. Поехали! Общий размер постройки у нас 2,45 на 4 метра и высотой 2,65. Такие размеры взяты для транспортировки на манипуляторе. Вы же у себя на участке можете сделать повыше, чуть шире и длиннее. Главное соблюдать пропорции для общего вида. Весь каркас будет собран из доски 50 на 100. Доска естественной влажности. Шаг-лаг сделан в 590 миллиметров. По центру пробиты проставки, чтобы лаги не крутило. По лагам пола набивается рейка для будущего удержания утеплителя. Строить будем по платформе. Весь домик будет утепляться пеноплексом. Сразу решили закатать пол, а потом уже поднимать стены. И даже если пойдет дождь, то такой утеплитель не боится влаги, ведь у него нулевое водопоглощение. Он не впитывает в воду и сохраняет свои свойства. Также неизменно низкая теплопроводность и биостойкость. Бактерии, плесени, грибов вы тут не увидите. Ну и конечно долговечность. Сейчас закатаем пол в такой утеплитель и можно забыть смело на 50 лет. По факту этот домик даже переживет. Пеноплекс раскладывал между лагами пола и запенивал все швы. Далее по полу кинул почаще об решетку шагом 20 см и закрыли черновым полом в ОСБ 9 мм. По краям с торцов тщательно пропенили. Далее по готовой платформе строить намного легче. Выставили 4 угла по уровню и кинули 2 лежня. Затем добавили все стойки, также шагом 590 мм для будущего утепления. Сделав образец из двух стропил дюймовки, на земле запилил всю крышу и скрепил между собой. Добавив остатки ОСБ в качестве косынок для усиления узла. А также в каждую косынку, точнее в каждую стропилку пробивалось по 4-5 гвоздя 32 мм ершонах. И всю стропилку накидал на крышу. Закрепил и сделал об решетку из доски 25 на 100 с шагом 30 см. Впереди сделал окантовку, а также и сзади небольшой вынос. Следующим этапом начал утеплять стены. В стены также применяю пеноплекс комфорт. Тут, кстати, можно затронуть миф о дышащих стенах. На самом деле это больше маркетинговый ход. Типа воздух должен проходить сквозь стены. Запомните, если воздух будет проходить через стены, то мы будем терять тепло и тупо топить улицу. Есть три варианта утепления пеноплексом. Первый – это изнутри. Таким образом стойки каркаса остаются снаружи. И перепада температур по ним нет. Второй вариант – это утепление между стойками с пропениванием стыков. Но тогда желательно делать пароизоляцию для стоек, чтобы снизить влажность в стойках. В данном случае для летнего домика пароизоляция не нужна. Да и вообще тут никакая пленка не нужна, так как пеноплекс не пылит, да и вообще он экологичен. И третий вариант утепления – это когда мы утепляем сплошным слоем снаружи. Это энергоэффективный вариант. Стойки остаются в тепле, и на них нет никакого перепада температур. То есть влагонакопления не будет, так как стойки стоят в теплом контуре. А что касается вентиляции, то в любом доме, неважно из чего он построен, должна быть вентиляция, приток и отток. Через клапаны, пропенив все стыки, сразу начал закрывать фасад металлом. Тут у нас профлист. Взял волну С21, а цвет серый. Это у нас 7024. Крепил на кровельные саморезы. Металл заказывал под заказ, сразу в нужный размер. Это и стены, и крыша. Далее закрепил капельник и конек, и собрал заднюю стенку, в которой будет небольшое ПВХ-окно, открывающееся на проветривание. Далее начал делать черновую электрику. Запускал все кабеля по стропилам, чтобы в будущем при креплении на стену разных там полок или фурнитуры, не пробить кабель. Тут будет две группы розеток. Использую негорючий ГОСТовский кабель 3х2,5 для розеток, и 3х1,5 для освещения. Подсветка также будет как и внутри, так и снаружи. Затем зашил заднюю стенку. Используется тут вагонка-штиль шириной 140 мм. Сорт А. Далее утеплил заднюю стенку, также пеноплексом. Пропенил все швы и начали зашивать все вагонкой-штиль изнутри. В потолке сразу делал отверстия под светильники. А как их сделать без коронки, смотрите в телеграм-канале. Там все подробно объяснял. Ну и пошла полностью зашивка всех стен. Используем тут финишный гвоздь 16 ГА. Бьем финишным пистолетом. Также сразу начал собирать всю электрику. И щит с автоматами, и распаечные коробки. Установил заднее окно, а потом сделал обналичку. И установил всю чистовую электрику. Сделал в одной кабель, сразу все проверил. Все работает как часы. Следующим этапом начал делать чистовую пол. Думали разные варианты. Но чтобы усилить пол и сделать жестче, а также не сильно поднимать по высоте, выбрали строительные плиты QuickDeck Plus с ламинацией Тортуга. Таким образом стреляем сразу всех зайцев. Строительные плиты QuickDeck Plus имеют шип паз. И благодаря свойству шпунта получаем бесшовную поверхность. Меньше мостиков холода, готовое черновое или чистовое основание. И влагостойкую поверхность. Размер плит тут тоже есть разный. У меня он 600 на 244. А толщина листа 12 мм. Ну, чтобы легче было таскать в одну каску. А так, размеры есть и больше. Ну и также, ламинация есть под любой вкус. Убрав весь мусор и пройдя пылесосом, замеряю расстояние под подрезку плит. Важно оставлять 3-5 мм зазора на линейное расширение. Строительные плиты буду склеивать с плитами ОСБ на клей-герметик. А стыки листов строительных плит буду использовать ПВА-клей QuickDeck D3. Благодаря водостойким свойствам клей надежно защищает шпунтованное соединение строительных плит от попадания влаги. Но и также понадобится минимальный набор инструментов. Отрезаю строительные плиты на 5 мм короче размера. Промазываю клей-герметик и прижимаю к полу. Около стены закручиваю саморезы. Они в дальнейшем скроются обналичкой. Перед монтажом второго листа тщательно промазываю стык ПВА-клеем. Также гермечу пол и укладываю второй лист. Затем третий и так далее. По итогу за 20 минут получаем надежный чистовой пол. Склеенный в два слоя и общей толщиной в 21 мм. Быстрее пола и не придумать. Удобный монтаж и к тому же 34 класс износостойкости. Если вы цените свое время и хотите сберечь спину, то рекомендую присмотреться к таким строительным плитам. Затем поставил переднее окно в 800 на 1,90 м. И установил входную ПВХ-дверь. Также 800 на 1,90 м. И уже сразу спереди вырисовывается офигенная картина. Панорама. Затем установил все доборные углы и наличники. По полу и углам пустил сухой строганный брусочек 5 на 1. Сделал окантовку окна, углов и обрамлений. Навел марафет. И вот готовый результат. Так, друзья, я спрятался немножко вовнутрь, потому что везде шум, рядом дорога. Давайте немножко подведем итог, обрисуем ситуацию. Во-первых, как и сказал, у нас домик 2,4 на 4 метра. Построен полностью по каркасной технологии. У нас сделано утепление пеноплексом в круг. То есть, таким образом мы ушли от всяких пленок, мы ушли от вентзазора. И в общую сумму мы сэкономили на утеплителе. То есть, для дачных домиков применять пеноплекс реально круто. То есть, идеально мы получаем дополнительный парабарьер. Конечно, просится клапан сюда для приточного воздуха. Но, если открыта форточка, внутри комфортно. То есть, домик не нагревается, свежо, хорошо. Далее, что у нас есть. Мы собрали каркас, сделали обрешетку, сделали профлист на крылья. То есть, мы получили сразу и стены, и крышу. Далее, мы начали делать торцы. В задней части у нас, как и сказал, окошко. Размером 400 на 600 с открыванием на проветривание. Везде толщина профиля 58. Здесь у нас витражное окно. Большое, красивое. То есть, также профиль 58. Здесь у нас дверка с мощными петлями. То есть, это не балконная дверь. Это настоящая, как сказать, монолитная, полноценная входная дверь. То есть, с замочком, с ручкой. Можно закрыться, открыться. О, даже стало тише. Получается, даже есть хорошая звукоизоляция. Далее, у нас сделана внутренняя электрика. То есть, базовая. То есть, ну, как сказать, импровизировали, как примерно удобно расставить мебель. Это слева, справа у нас можно поставить кроватку. Посередине стол. Можно кровать сместить чуть сюда, ближе к краю. Туда поставить столик, два стульчика. Будет обеденная зона. У нас есть целый щиток. Есть в одной кабель автомат. В одной автомат. Три дополнительных автомата, которые делят нагрузки. То есть, один отвечает за свет. Один отвечает за внутренние розетки. Один отвечает за внешние розетки. То есть, у нас тут на улице также есть две розеточки. Которым можно подключить любой инструмент. Заряжать аккумуляторы. Освещение. Может, там гирлянда. То есть, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы они делили нагрузку. Не напрягали автомат внутри домика. Освещение у нас включается. Две лампы с улицы. И также у нас четыре лампы внутри. То есть, все работает как часы. Все отлично. Все окей. Все проверяли. Сколько чего все стоит. Я прикидывал. И если сказать по-быстрому грубо. Конечно, возможно, много каких-то факторов не учтено. Но такой домик удалось собрать в 170 тысяч. То есть, не считая работы. Собирали мы его где-то недели две. Не спеша, по кайфу, с удовольствием. Подгоняя какие-то моменты. Я постараюсь сделать проект. Готовый проект. Выложить его в телеграм-канал. Кому нужно будет, могут приобрести. Друзья, также там есть много классных кайфовых проектов. То есть, ссылка будет в описании. Обязательно зайдите, посмотрите. Каждый может подобрать под себя. Я стараюсь идти по маленьким домикам. Комфортным. На минималках. Чтобы каждый мог собрать своими руками. Поэтому, друзья. Проект получился удачный. Он привлекает офигенно много внимания. У нас рядом дорога. Даже сегодня к нам заезжали люди. Сразу смотрели. И первое, что они сказали. Можно ли из этого домика сделать баню? Конечно, можно. Ставится перегородочка. То есть, изначально делается утепление с пленочкой. Под фольгу. Ставится перегородочка. Парная оббивается, допустим, осиной либо липой. Делаются полок. Ставится портал под печь. Сэндвич, дымоход. И у нас получается входная группа. Раздевалочка. Столик можно. Или лавочку. Которая там со столиком. И зона парной. Входная дверь стеклянная. Зашли, попарились, вышли. Можно сделать проливные полы. Тут обдались ведром, сели, попили любимого напитка. Либо вовсе вышли на террасочку и прыгнули там в бассейн, допустим. Тут уже все можно фантазировать как угодно. Поэтому, друзья, еще раз говорю, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Там я рассказываю все более подробно, как мы строим, что мы строим, как мы делаем. Этот домик, кстати, у нас стоит на выставочной площадочке. То есть, он у нас продается. Если кто живет по месту рядом с городом Можайск, мы приглашаем, приезжайте в гости, посмотрите. Возможно, кому-то понравится такой формат, модель домика. Можем сделать как баньку, как сауну, как под электрокаменку. Можем сделать домик летнего проживания. Вот ты все, пришел, ботиночки снял, у тебя стульчик. Ты можешь приехать на выходные, переночевать, поспать, пожарить шашлычков, отдохнуть. И там через пару выходных поехать по своим делам к себе домой, на работу и так далее. Это реально кайфовый бюджетный вариант. Ты прям сегодня его поднял манипулятором, поставил на манипулятор, привез к себе на участок, запитал свет и у тебя все готово. Все, живи и радуйся первое время, пока строится большой основной дом. Потом просто перестрой это в баню. Поэтому, друзья, еще раз спасибо за просмотр. Вам желаю хорошего настроения. Не бойтесь, стройте, стройте с нами. Смотрите, какие мы делаем проекты. Что-то берите для себя. Также давайте нам советы, рекомендации и ваши интересные какие-то впечатления. Еще раз спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.